ребята всем здорова а мы сидим в гонконге в аэропорту и через полчаса улетаем обратно для вас это первая серия начинается поездка китай как видите мы живы и мы выжили мы смогли мы смогли несмотря на суровую китайскую кухню и наши приключения по интернет магазинам все прошло удачно и в конце вы увидите мы подведем итоги спонсор выпуска backly.ru офигенный кэшбэк сервис который помогает тебе сэкономить и зарабатывать на интернет покупках если тебе интересно ссылка в описании если вы не знаете вы наверное не знаете этого парня его зовут антон всем привет он 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 летал вместе со мной и летит на данный момент в первой серии тоже со мной на это секрет мы решили немножко так рассекретить антон создатель сервиса backly.ru кэшбэк кэшбэк сервис который позволит вам вернуть часть потраченных вами средств в интернет магазинах то есть положим купили на алиэкспресс получили два процента обратно с покупки там с алиэкспрессами свои приколы их можно найти в описании будет там станет gearbest 3 с половиной процента можно все интернет магазины присутствуют на сервисе я о нем много рассказывал но те подписчики которые подписались заказывать китаю не знают что есть такая фишка и можно действительно сэкономить ссылки мы оставим в описании и ближайшее время запускается новый дизайн который станет не только просто красивым но еще более функциональным а я на нем отдельно наверное расскажу покажу как все-таки пользоваться правильно спасибо до конца никто не знает ребятки всем хорошего просмотра материала очень много я надеюсь интересно это не познавательные ролики о китае я сразу говорю чтобы не писали комментариях что я ходил целый день ел там и так далее и я либо много да это влоги как мы съездили наш отчет видео дневник простым языком как мы съездили в китай на две недели всем удачного просмотра и мы начинаем скорых встреч всем здрасте мы начинаем нашу наше путешествие так называемое я уже в москве в киеве меня прокололи таксисты три машины должно было приехать и только на 4 машине я уехал короче я почти опоздал на рейс поэтому было не до съемок сейчас я уже в москве сейчас перехожу я нахожу в терминале д и перехожу терминал f и там встречусь с моим путешественником вторым и где-то там ориентир через пять часов мы будем вылетать в принципе что он показывать нечего я думаю да аэропорт как аэропорт вы я думаю пришли посмотреть все таки поездка в китай поэтому самолетик садится не взлетает вот поэтому снимаю на экшн-камеру как видите нужно будет пристреляться первые первые минуты сильно не так я смотрю куда мне поднимаемся вот сюда сильно не пинайте первые минуты я думаю пристреляюсь потому что не знаю выше ниже нужно но на экшн камеру все равно будет угол получше и я думаю будет поприкольнее поэтому начинаем как только встречу своего напарника сразу его с вами познакомить идти уж не так уж и мало я думал здесь пять минут пройтись уже минут десять иду хотел что сказать буду снимать все в китае с утра до вечера поэтому любителям посмотреть китай за 10 минут такого не будет поэтому я думаю будет интересно так выходы сейчас разберусь короче я пошел дальше как будут новости все расскажу не прошло минут 15 я добрался да 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 здравствуйте голуби ребят мы сменили уже я сменил свое местоположение сейчас сидим в шоколаднице вот и присоединился ко мне человек который будет со мной две недели мешать снимать и так далее вот он вы наверно не знаете кто это только я знаю и мы что уберем да потом и часть где я странно смеюсь и несколько еще знают распаковщиков каналов на самом деле это основатель и нынешний директор глав большой директор backly.ru если кто не знает лучше кэшбэк на земле лучший кэшбэк на земле этого парня зовут антон прошу любить и заловать вот я буду с вами все две недели да все две недели будут вместе со мной будем снимать ролики но пока я камере не очень привык я тем более он тем более он налоги стеснительный парень стеснее стеснительный и не публичный и поэтому я думаю будет весело мы взяли чуть-чуть пивка одну бутылочку чтобы отметить встречу так как мы не виделись ни разу ни разу только один раз полгода назад вот поэтому все хорошо а нам еще сидеть два часа потом нас рейс в принципе снимать уже ничего не буду так как в аэропорту и так много снята уже наверное сниму что-нибудь самолете может или уже по прилету в гонконг если что-то будет интересно в самолете я вам покажу ребята всем здравствуйте мы уже летим в самолете вот такой самолет вот он антон короче у нас произошла проблема полупостой самолет поэтому я сижу на четырех местах реки вот так вот накрыл себе здесь уже кровать нормально сделал потому что у меня ноги длинные я нормально в местах не помещаюсь а если супер места давай я покажу отдай-ка есть вот места короче и вот эти вот места это типа бизнес бизнес супер-пупер надо заплатить 2500 рублей чтобы там лететь даже если они будут пустые вас туда не посадят поэтому пришлось разогнать местных и поселиться на четырех местах здесь спинку я убрал поэтому лететь девять часов все беспокоятся за свой комфорт в принципе самолет как самолет боинг такой вы я думаю уже видели поэтому снимать больше нечего уже как будем подлетать тогда что-нибудь расскажу интересный 8 до лететь 8 что я сказал 8 часов там с 8 с копейками у антона маленький такой планшетник а у меня здесь плазма и 4 пульта управления 4 подушки 4 пледа короче все нормально в этот раз все удалось и получилось нормально присесть и можно будет выспаться все до встречи через 8 часов с вами встретимся потому что уже темнеет и мы будем лететь ночью придаем утром пока всем здрасте добрый день Антон одно желание какое тебе желание спать спать есть отдохнуть и принять душ мы пролетели 9 часов вот кстати наш самолет красавица вот сейчас мы идем проходим паспортный контроль забираем паспортный контроль политирано да надо еще все пройти забираем сумки забираем сумки и берем такси и едем в отель ну и я думаю в аэропорту здесь нечего снимать я в прошлом году все показывал ничего эксклюзивного нет поэтому уже там есть вай фай вай фай ну должен быть ну может а ну да должен быть вай фай нет но по ним пушком в голову и короче сейчас найдем такси и уже в такси будем ехать и покажу вам потому что сами не знаем как это все выглядит в прошлом году проезжали все мимо так все погнали итак ребятки мы забрали наши вещи чемоданы сейчас выходим в город Антон через приложение заказал такси сейчас посмотрим приедет оно или нет будем как-то пытаться добраться потому что одной пересадки у нас не получается общественным транспортом только такси транспорт сюда наверное надо хотя вон такси вот туда налево большой аэропорт большой аэропорт заблудиться можно нефиг делать нужно постоянно следить за указателями людей не сильно много но все таки так ладно очень влажно очень влажно да сразу почувствовали что все вышли я говорил достали влажные салфетки после самолета и стало влажно но реально жарко 28 градусов будем выходить кстати он поехал двухэтажный автобус короче здесь будет много чего прикольного поэтому ищем такси дальше все вам покажу таксисты ждут своих клиентов сколько здесь машин тысячи нашли своего с таксиста на улице просто нереальная жара влажность мы уже все мокрые штаны мокрые все мокрое таксист пошел забирать машину на парковке вот заказывали все через приложение какое-то там я не знаю я не вникаю вот как Uber вот подсказывает и разруливает в Гонконге Антон так как он с английским языком на ты я уже буду в Шенчжене потому что там я в принципе все знаю и там в принципе нам такси копейки стоит здесь чуть подороже конечно обойдется нам где-то ну в любом случае ты платишь это круто ну да баксов 50 нужно будет заплатить поэтому мы поехали показывать вам Гонконг едем в отель итак ребята арендовали мы целый микроавтобус место просто немерено можно было еще с собой взять несколько человек подвезти заработать денег вот суть не в этом выезжаем с аэропорта выезжали через парковку посмотрели какие тачки стоят на парковке у нас считали штук пять паршаков 911 каенчики маканы ну короче бэшечки заряженные эмки эмки ну бэмбэ да да нужно понимать что мы находимся в одном из самых наверное крутых городов в мире поэтому здесь много будет удивления лично для меня потому что я же говорю я был проездом и эти два дня мы будем два дня в гонконге посмотрим что успеем здесь вот и посмотрим как живет гонконг сколько что стоит сколько стоит покушать отель сколько у нас стоит вот у нас отельство получается на двоих на две ночи 12 187 рублей 12 187 рублей ну как вы понимаете здесь нечем удивляться цены очень дорогие да на самом деле 2 500 за человека за ночь это еще чем в Москве выписали да ну есть есть конечно и сарайчики такие где ни окон ни дверей но решили не рисковать это бы не испортить себе отпуск рабочий отпуск и взять такой взять нормальный отель чтобы не было с ним проблем вот выезжаем уже выехались аэропорта очень жарко на улице влажность зашкаливает мол 28 градусов мокрые все уже хочется побыстрее переодеться офшорты отель я конечно вам покажу все покажу то есть где что будем сколько будем платить денег что красота да там там я думаю будет видно кадр из фильма да да здесь одна проблема я думал буду снимать в окно на окне вот такая вот защитная короче эта сетка ну как якобы от солнца не знаю насколько она помогает вот вот ну вот короче мы выезжаем здесь здесь дорога здесь дорога здесь комментировать нечего потому что по этой дороге наверное я выезжал и в прошлый раз и все вам показывал поэтому сейчас мы получается аэропорт находится на острове сейчас мы выйдем уже будем заезжать в город я наверно там уже вам покажу потому что здесь пока ну здесь красиво конечно но с машины вид такой не очень я понимаю что камера не возьмет то что я вижу глазами смотрим сами сюда смотрим своими глазами ну короче здесь все очевидно и понятно я думаю мы заедем в город и там я уже продолжу показывать вам какие-нибудь уже такие штуки которые которые сам буду удивляться поехали короче ребятки едем уже где-то минут 20 20 минут мы заехали как мы понимаем уже в сам город маленькие такие улички все непривычно как-то так прикольно ну вот такая вот картинка у нас подетели агриться друг по другу да здесь друг друга никто не пропускает пешеходы прыгают под колеса да никакого уважения только что чуть не переехали ну пока я не понимаю может это какой-то старый город или заезд какой-то такой колоритный насыщенный с тележками носится да прикольно здесь будут походить конечно погулять посмотреть ну мы отсюда наверное далеко будем жить посмотрим что у нас там мы вообще едем на остров поэтому я не знаю какими мы сейчас улочками это все проезжаем вот так все пробираемся пробираемся как шел со смартфоном в руках так и шел спарился короче прикольно все паспортная погода еще мы смотрели погоду в шенчжине вообще показывает что будут дожди прикольно приехали вот круто мне кажется нет прицел киск не 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 Продолжение следует...